Добрый вечер, дорогие друзья и любители хоккея! Малая арена спортивного комплекса юбилейный! Сегодня четвертая игра одной восьмой финала плей-офф Кубка Харламова СКА-1946 Динамо-Санкт-Петербург Уже две остановки было в матче, его динамоцы идут вперед Гимбатов Байков с пятака вновь пытается добить, но Саранчук спасает Сегодня чуть поменьше болельщиков, чем вчера, но может быть подойдут Но вот сейчас едва Да, в хоккейном городе, но Саранчук бессменный вратарь 46-х в этой серии Граф на Демидова Опасный какой-то момент И Чернышев спасает Смешанное сочетание Ошибка армейцев, казаковцы! Падение, но судьи пока дают играть Лутфулин, бросок мимо ворот с обойнейшей позиции бросал Лутфулин Да, хороший был момент, попадя в створ, неизвестно выручил бы Чернышев или нет Еще один бросок, копают армейцы на пятаке Пузин на Локаева Никак не выйти из своей зоны, хозяева Поляков и вот Тимофей Чернышев останавливает игру И сейчас будет смена в составах обеих команд Говорили, у Динамо вообще нет игроков 2003 года Демидов Ох ты, не попадает сейчас Как Поляков, а ворот-то пустые были практически перед Поляковым Как обыграл Демидов сейчас один в один, конечно, защитника Динамо Но Поляков не смог воспользоваться этим моментом Демидов, перевод, опасно На пятаке шайба Граф Поляков Бросок ловит на себя Баусов И выбрасывает шайбу из зоны Самоотверженно играют динамовцы Дает пас на Короткого Тут возвращает Лутфулин Камненько не бросали, поворот Там армейцы, вот сейчас бросок Руслан вчера был самым бросающим игроком своей команды Опасный был момент Комаров сейчас в упор Бросал Саранчев на место Родиона Мляк Павла Елизарова Саранчев из Омска Кстати, удалось вчера что-то написать тебе Череда рикошетов И шайба у армейцев Лутфулин Бросок и Чернышев спасают плечом Сейчас очень опасный момент был 42, если быть точнее Ну, посмотрите, какой момент, а И пытался над плечом Чернышева Направить шайбу игрок Ну, если, конечно, не брать в расчет бросок Полякова По пустым воротам практически Давыдов Гол! Вот это да Идел зря очень интересной передачи Давыдов Леонид Байков со своего офиса С пятака Судьи могут отправиться Посмотреть эпизод Потому что шайба попала в конек Леониду Но Насколько мне известно Да, судьи идут смотреть По новым правилам Я считаю, что это гол Он не делал акцентированного удара Он тормозил сторону ворот И это хороший гол 11 секунд до сирены Байков забросил единственную шайбу в первом периоде Случилось это на 17-й минуте Родионов 5 секунд Бросок И шайба Не успевают динамовцы Шайба пересекла линию ворот Но уже после сирены С нами Владислав Парай Нападающий с К-46 Владислав, как сложился этот период для вашей команды? Что пока идет мне по плану? Да, играем в свою игру Ничего не произошло страшного Да, пропустили гол Но мы играем по своей тактике Так что еще два периода Нормальный период Нельзя не спросить Все-таки после двух суперуверенных побед в хоккейном городе Вчера довольно крупно уступили Почему? Мы не живем вчерашним днем Играем сегодняшним Да, уступили вчера Значит, сегодня не должны уступать Контратака 46-х Бросок опасный Но Чернышев отбивает Они в первом периоде провели сегодня Хорошую позиционку И Демидов на бросковую позицию Ой-ой-ой, шайба могла сейчас И Чернышев фиксирует Чуть-чуть опять не повезло армейцам Чернышев играл по передаче Рикошеты И шайба могла в противоход Закатиться, но Принять решение И потерял шайбу Бутфулин Егоров Пас хороший И Чернышев вновь спасает Поперечный пас Такой Очень часто оказывается голом Летнев Упустил шайбу Искал продолжение Гутфулин Момент И Вчера 2-0 Это фантастика какая-то Атакуют армейцы Забрасывают динамо Вчера было то же самое Примерно в третьем периоде А И сегодня во втором Здорово сыграл Егор Хладнокровно На синей линии Ну давай смотреть С разного ракурса Что там Да как будто Ну тут и Махнул конечно Ключкой Мне кажется что все-таки Карпов Я прав оказался Родионов забросил шайбу Ну что может ему Почаще в студию ходить Тогда и голом будет больше Отмечу Момент Бойков и Саранчук Спасают сейчас команду Только хотел отметить Сергея Артемьева Что он Не покинул Азону скафа Когда Наполикова Очень интересно Второе дыхание У 46-х Недопекин Бросок и штанга Вроде бы спасает Ворота Динамо Здорово обыграет Недопекин Бросок И по-моему от Панмова Шайба отскакивает в штангу Не задел ее Тимофей В этот раз Сейчас сыграл Смотрел в одну сторону А дал в другую Причемного Очень хороший пас На казаковца Видно, что это наигранная комбинация Но чуть-чуть не повезло Хузин Гол А ведь как сейчас повезло Динамо Что у Хузина Не получился бросок Начало напитать Где Казаковцев Оказался самым расторопным И Замкнул Ну вот давай еще раз Посмотрим этот момент Да, Казаковцев Молодец, Казаковцев И сразу момент у Корнилова И Гимбатов Принимает бросок на себя А дальше уже Чернышев спасает Самоотверженно играют Как и динамовцы Так и армейцы Чувствуется накал Демидов Бросок И вновь ловит его на себя И Гимбатов И отель вновь может выйти Руслан И Гол Сейчас, хотя не уверен в этом Все-таки не сильно шайба Мне вообще показалось Что Карастелев зафиксировал шайбу Но Шайба выкатилась И Гимбатов не выключился Из эпизода И добил Ну вот, смотрим момент Да нет Тут просто выронил шайбу И все, Карастелев И вот теперь, конечно Ну Оставляет шайбу на Партнера Бросок Егоров и Чернышев фиксируют Очень хороший трафик был перед ним И не нужно сейчас Динамовцам Сошла шайба Но армейцы вновь Шайба Величинский наброс Подставление Романов Пас на Демидова Не получается у Ивана Бросок Ну и помешали Меняются местами Демидов с партнером Пас рукой Пас рукой И все равно Чернышев фиксирует шайбу Нью-зону Через 2 минуты 44 секунды Будет возможность ему отдохнуть, конечно И минута 21 до выхода Плетнева Напомню, что 3 на 5 сейчас играют Динамовцы Не меняют армейцы Свою спецбригад Здорово сыграл Сергей Выиграл Бросок Родионов Какой пас Неточность Граф Романов На Демидова Бросок Гоу Ну вот Размочили Ну конечно Заревала эта шайба Что уж тут говорить Демидов Прошил буквально И тот выиграл Демидова На убойную позицию И вот первый гол Флей-офф Ивана В большинстве Минута 24 Еще Рахимов Попытался выиграть вперед И Романов Бросок И 4-2 Вот что значит удаление Два подряд Две подряд шайбы Армейцы забрасывают И обе в большинстве Две шайбы Армейцы забросили Благодаря первой тройке Ну Возможно Это было связано с тем Что И Давыдов И Артемьев Играли 3 на 5 Поэтому пришлось Романов Пасло Сапунова Сапунов Бросок Какой рикошет Опасно И фиксирует шайбу Чернышев Очень опасный момент Еще раз смотрим Повтор момента Вот здесь Небольшой рикошет был Ну и помешал Все-таки Шагаев Игроку армейцев Примяком со смены К нам Руслан Гембатов Как сложился Для нас этот отрезок Руслан Здорово Да Поначалу забили Свои голы Чуть-чуть не повезло С удалениями Вот Надо было выстрелить Но ничего страшного Мы спокойно Счет за нами И надо сейчас просто Грамотно сыграть Третий период И все После двух таких матчей В хоккейном городе Как нам удалось Прийти в себя Ну это знаете Такая Очень тяжелый Психологический момент Как для нас Так и для них Им конечно Тяжелее в этом плане Потому что у них Ответственность больше Они ведут 2-0 А нам терять нечего Поэтому мы играем Как в последний раз Вот И все парни молодчики И вот надо сегодня дожать И ехать 15-го числа В хоккейный город Очень важный момент 35 секунд До выхода Романова Родионов Какой пас И И нет гола Хотя копают Динамовцы Лежит на льду Шайба где-то Патка Растелева Тут Артемьев Был на пятаке И Получается передача И Пас на Рахимова Рахимов Подкидка И А попади Прохоров Сейчас по летящей шайбе Да Очень неприятно Сейчас нам показывает Чернышев А Байков Серьезную травму Может получить Я думаю Сейчас орбитер Отправится Смотреть этот эпизод Байков Поднялся Вновь Упал Тут Давыдов Его Попридержал Немножко Было О пожалуйста А был ли Локоть Я думаю Что нужно Посмотреть С другого Ракурса Ну давайте С этого ракурса Что мы увидим Ну тоже Ну Как будто бы Попадает в голову Но я думаю Максимум Малый штраф Здесь Ну что Да Малый штраф Две минуты Голиков Хузин Гимбатов Один игрок СКА без клюшки И бросок Высший ворот Уходит шайба Давыдов Хузин Бросок Вновь лицевой бор Казаховцев И в этот раз Коростелев был готов К такому развитию событий Но это же молодежная Хоккейная лига Это плей-офф Это накал До страсти И даже Макарханин И Романов За 6.24 Сокращают Преимущество До минимума Демидов Романов Опять Это тройка 0.4 Армейцы Проигрывали Я напомню Кто только что Включил Свои мониторы Подъезжает Гимбатов Спрашивает У главного арбитра Не было ли помехи Но Не фиксирует Удаление правил Хотя за подобное Нарушение Лока И получил штраф 3.5 минуты Бросок Чернышев отбивает Но не было никого На добивании Поляков Ремезовский Ищет линию Для броска Не находит Поляков Бросок Давыдов Ловит на себя Ханин Давыдов Сегодня нападающий Молодцы При обороне Хороший пас Но Гимбатов Успевает В падении Перехватить Его бросок И Чернышев Фиксирует шайбу 3 минуты 8 секунд Играть Обращаю внимание Что нет таймаута У 46-х Они его использовали Когда 0-4 Команда горела Во втором периоде Очень тяжелая смена Была сейчас Для динамовцев И Вновь появляется Демидов У нас на площадке Как только Вбрасываем В чуи зоне Появляется Граф Демидов Романов Который сегодня Забросили все Три шайбы Своей команды Кнута 0-5 И по прежнему Воротах Коростелев Недопекин Заводит шайбу В зону Потеря И не дали Нанести Романову Бросок Демидов Это очень опасно Но что крайне важно Кто вбрасывание Выиграет Сейчас Очень много зависит От Артемьева И Шайба И выбрасывает Динамовцы Нас ждет Пятый матч В хоккейном городе 15-го числа Четвертая победа Павла Елизарова Здесь в роли комментатор Ну а Пятнадцатая игра Хоккейный город Пятая игра 2-2 Кто бы это Мог подумать До того Как вчера Стартовал Третий матч Серии Плывок